Всем здравствуйте! Продолжаем разбор святорусских мифов и их символических значений. Сегодня я хочу остановиться на следующем мифе, название которого «Велес и Дэй». Миф небольшой, но содержит в себе интересную информацию, проливающую свет на кое-какие неясные вопросы. Итак, начнем. Как в те времена изначальные, в ту эпохушку стародавнюю, жил великий бог Дэй Сидуневич. Жил на небе он и сырой земле. Он в горах из алмазов возвел чертог, и из крыльев орлиных на небе. Речь в этом отрывке идет о представителе рода Козы Сидуни, о темных силах. Что значит «воздвиг чертог» из крыльев орлиных на небе? Орел символически связан со знаком Скорпиона. Следовательно, Дэй обосновался в кавычках на небе у звезд созвездия Скорпиона. Надо сказать, что среди звезд, образующих данное созвездие, есть некая звезда, называемая Антарес. Многие слышали это название. Вообще звезды в нашей Вселенной существуют не просто так. Каждая звезда излучает определенную информацию на тонком невидимом уровне. Эта информация, которая улавливается остальными существами Вселенной на бессознательном, либо сознательном уровне, касается законов Вселенной. То есть каждая звезда излучает один из принципов мироздания в чистом виде, неискаженным злом. Ранняя информация Антарес помогала изобличать черную магию. Люди понимали, что это такое. Звезда сообщала миру истинное понимание слова «магия». Сейчас же ее информация блокируется некими силами, поэтому она доходит до нас в искаженном виде и воспринимается соответственно. Люди в основной своей массе понимают, по словам «магия» совсем не то, что есть на самом деле. Иногда и вовсе путают добро и зло в этом вопросе. Итак, что же такое магия? «Магик» в переводе означает «очищение». Очищение и исцеление на полевом уровне. Когда очищается душа человека под воздействием более сильных частот другого поля, скажем, святого человека, или же человек сам сознательно, повышая свои вибрации, производя какую-то внутреннюю работу, переосмысливая что-то, очищается от отрицательной энергии в своей душе. Например, чтобы было понятнее, расскажу случай, который произошел с Сергеем Радонежским при его жизни. Однажды он зашел побеседовать в дом к одной женщине, муж, который сильно пил и обижал свою жену. В состоянии опьянения он был просто невменяемый, но на тот момент его не было дома. Так вот, старец беседовал с женщиной, как вдруг она воскликнула. «Кажется, что мой муж вернулся. Батюшка, вам надо уходить быстрее, иначе он что-то сделает и со мной, и с вами. Он очень зол, если застает в доме посторонних». Но старец и не подумал уходить. Дверь резко распахнулась, и этот мужик вбежал в дом с перекошенным о злости лицом. Он посмотрел на жену и старца, и схватил топор, поднял его, уже думал напасть на гостя. Но Сергий посмотрел на него спокойно и тихо сказал, «Остановись, что ты делаешь? Это же жена твоя, а ты так плохо с ней поступаешь». Но что-то вроде этого он ему сказал. Топор выпал из рук мужика, и он упал на колени почти без сил. А старец направился к выходу, и, проходя мимо мужика, запретил ему пить. С тех пор он и не пил. Это один из известных случаев деяния Сергия Радонежского. Я привела этот пример, чтобы показать, что на самом деле называется магией. То, что называют магией сейчас, есть суть взаимодействия со стихийными духами. Стихийные духи не поляризованы. Их проявление, доброе или зло, зависит от того, каков сам человек, работающий с ними. Если человек светел, добрый внутри, то, соответственно, он окрашивает этих стихийных духов, с которыми взаимодействует в какие-то светлые тона. Он их вдохновляет на положительные созидающие действия. И наоборот. Итак, сейчас Антарес считается условно одной из четырех самых зловещих звезд и связана с черными карапанами или колдунами. В мифе идет речь как раз об оккупации Антареса и еще одной звезды знака Скорпиона темными силами. Но здесь также сказано, что Дэй жил еще и на земле, создав себе чертог из алмазов. Алмаз – это камень, обозначающий власть. Камень, который блестит, но не греет. Видимо, этим Дэй хотел показать, что он властелин земного мира. Вылетал из орлинного гнезда Шкады Сидунович на драконе. Мчался вихрем под облаками. И кричал дракон в черных тучах. И от крика того горы рушились. Содрогался небесный свод. И в глазах его Маргарит сиял. Где он взгляд бросал, там огонь пылал. И страшились люди Дэя и драконушку Огнюкова. Приносили им жертвы частые. Били им козлят и козлов, и коз. Зажигали они костры и бросали мясо в котлы. В этом отрывке тоже есть интересная информация о том, что на самом деле жертвы в виде животных, особенно коз, приносятся в культах, связанных с поклонением темным силам. Далее будет сказано, что в костер еще вливали кровь животных. Наши же предки, которые славили небесный род, как дети солнца, то есть идущие путем звезды, никогда и ни при каких обстоятельствах не приносили кровавые жертвы. Что бы там кто ни говорил. Но однажды жрецы вместо мяса те котлы камнями на пол. В пламя влили не кровь, а воду. Осерчал тогда Дэйси Дунич. Я на вас нашлю градобитие, напущу и морозы лютые, и земли сырой потрясение. Под землей разведу дымные костры, и с небес пролью серные дожди, и сожгу тогда ваши днивушки, и состарю я ваши личушки, спины ваши согну, ноженьки скривлю. И сошлись тогда-то все земли, князья и волхвы многомудрые, стали думать, гадать, как же быть нам. И решили, помогут Велес и Азовушка, дочь Свароговна. Велес мудрый, он наш спаситель, он правдивый и верный слову, златоусый, сребровласый, с гору ростом, с душой медведя, ярый тур, он поможет нам. Только кто же отыщет Бога во горах далекой Тавриды? Кто отправится в путь неблизкий? Хоронился за старший младший, малый прятался за большего, и никто идти не решался. Тот явился среди жрецов некий юноша, светлолицый, с оселецом на главе, и сказал, я вызову Велеса. Рассмеялись все волхвы. Как же ты дойдешь до Тавриды? На своих тонюсеньких ножках не осилишь и первой горки. Но им юноша так ответил. Сапоги с хороходы вмиг до Тавриды меня доставят. Каблучками своими топнул, он взлетел тотчас над горами, и его понесло пушинкой, чуть повыше леса стоячего, ниже облака проходящего. И достиг великой Тавриды он и спустился на светлый луг, где на горке поднялся дуб. Велес, Велес! Воскликнул мальчик. Ты все ходишь, сторожишь горы, или не знаешь, что Дыси Дунич насылает на нас беду? Изумился великий Велес. Неужели жрецы Деверии не нашли посланца иного и прислали с печальной вестью не волхва с седой бородою, а юнца, мальчишку Безусова? И тогда юнец бросил посох и вонзил его во скалу. Велес к посоху подошел, брал его он одной рукою. Только посох ему не сдался. Взял тот посох двумя руками, но не тронулся с места он. И все силы напряг бог Велес, и вдруг понял, что вместе с осью он пытается мир поднять. Кто ты, Велес, тогда воскликнул? Я твой сын, я же твой родитель, я рождающий и рожденный, я тот сын, что родил отца, я был до, я же буду после, я езмь ты, за тобою я. Как же имя твое? Я Кришень, был я равный, как равна ты. Кем ты станешь? Дорогой звездной и воротами вырисат, и свечою, и камнем, книгой, переправую над рекой, легким облаком над горой. И сказала тогда Азова, предрешенное пусть случится, правда, с Крибдаю пусть сразится. Кто же этот загадочный герой на тоненьких ножках, совсем юный, дошедший до Велеса на сапога-скороходах, воткнувший шеств в скалу, да так, что Велес не смог его достать, несмотря на всю свою силу, и сказавший, что он и сын, и отец Велеса, и следует за ним. Речь идет о смене эпох, о конце эпохи рыб и начале эпохи Водолея. Сам род, отец Велеса, воплотился в образе нового хозяина эпохи Водолея, имя которому было крышей. Он пришел сменить Велеса, управлявшего земным миром, в эпоху рыб. Сапоги-скороходы и шеств воткнуты в скалу, или как он здесь сравнивается с осью мира, есть символы планет Меркурия и Сатурна, которые находятся в знаке Водолея, в сакральной, ибители, и экзальтации соответственно. А мстительность? Мстительность, конечно, это темное качество представителей знака Скорпиона, о чем нам сообщает мстительность Дея, который мстил за то, что ему просто перестали поклоняться. И сварок для Велеса Мудрого сам сковал кольчугу и шлем, чтобы их пробить не сумела никакое вражье оружие. Исковал он стрелы волшебные, те, что сами в цель попадали, также меч-кладенец, который сам раскрывался в бою. А зовушка, дочь сварога, соткала ковер-самолет, что парил, словно птица, в тучах. И на том ковре-самолете в небо синяя взвился Велес, и явился он, словно молния, перед грозным чертогом Дея. В тучах темных взгремел, как гром. Что за такой чудесный ковер-самолет выткала Велеса и его жена Азова? Вспомним, что ковер означает покрытие, даже в переводе с английского языка. То есть она соткала мужу некое защитное покрытие. В чем же была эта защита? Коль речь идет о сражении с черным магом, карапанством вообще, то Велес Плутон, связанный с вопросами магии по своим функциям, должен был понимать, что такое магия на самом деле. Но кто в нашем мире, где истинная суть многих понятий часто искажена, мог дать ему ответ на этот вопрос? Конечно же, тот, кто ведал эту информацию изначальную, неоскверненную, когда зла еще не было в нашем мире. Конечно же, это сакральный или изначальную проявитель знака Скорпиона, знака магии, Нептун или Азова, царица Вод. Итак, вооружившись оружием Сварага и зная истинную суть магии, то есть защищенной знаниями своей жены, Азов и Велес отправился к созвездию Скорпиона в чертог Дыя. На земле пылают пожары, реки высохли все до дна. Я явился к тебе, Седунич, это значит, пришла война. Из гнезда Орлинного вылетал на драконе огненном дырь, и дракон закрыл солнце красное, из его ноздрей дым струился, и летели из пасти искры. Велес, вызов я принимаю, я желаю с тобой сразиться, и кому Всевышний поможет, тот соперника одолеет. И средь туч сошлись боги сильные, стали биться и ратоваться. Велес перед Дыем парил, и при взмахе меч кладенец удлинялся и сам рубил. И рассыпался замок Дыя, сложенный из перьев орлиных, и орлинные перья пали. И случились чудеса, запылали вдруг небеса, на землю пепел посыпался. И средь туч ратовались боги, и из длани Дыевой выпал меч. И тогда бог Велес, сын рода, свергнул Дыя на землю мать, и разверзлась земля сырая, Дынь извергнулся в царство Вия. И на землю пошли дожди, потушили они пожары, и рассеялись тучи темные, и развеялись злые чары, и восславили люди Велеса. В этом заключительном отрывке, конечно же, речь идёт о какой-то великой космической битве, когда опылали небеса, когда на землю сыпался пепел, о войне двух великих сил, и не только на тонком, но и на проявленном уровне. Но здесь интересна заключительная часть мифа, а именно слова «И развеялись злые чары». Эти последние слова мифа подтверждают то, что речь в мифе шла о борьбе Велеса-Плутона с тёмными качествами скорпиона, с чёрными магами, карапанами, и о победе над ними. На этом пока что всё. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok